Добрый день, дорогие десногорцы! Сегодня мы пришли с визитом в управление ПГУ и ЧАЭС нашего Десногорска. И специалист Надежда Чувашова, заместитель начальника этого управления, ответит на несколько наших вопросов. На основании таких нормативных руководящих документов работает Ваше управление? Основополагающими документами в работе управления по делам ПГУ и ЧАЭС являются федеральные законы о гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций. Предметом деятельности нашего управления является исполнение функции в области гражданской обороны, защита населения и территорий от ЧАЭС, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах. Скажите, пожалуйста, а какие вопросы местного значения на основании Вашего основного федерального закона Ваше управление решает? К вопросам местного значения, которые решает управление, являются участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации и осуществлении мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию, систем оповещения населения об опасностях, объектам гражданской обороны, создание и содержание в цели гражданской обороны продовольственных, материально-технических, медицинских и иных средств, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных формирований, аварийно-спасательных служб на территории города, осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах. В настоящее время в Российской Федерации очень много вопросов уделяется гражданской обороне. Какие вопросы решает Ваше управление в этом отношении? Управлением выполняется комплекс мероприятий по гражданской обороне и защите населения, связанные с заблаговременной разработкой планов гражданской обороны, подготовкой эвакуационных мероприятий, подготовкой населения к действиям в различных чрезвычайных ситуациях. Мы проводим учения и тренировки. За 2017 год уже проведена 51 тренировка, обучено 223 человека. А также мероприятия связаны с оповещением населения. На территории муниципального образования существует муниципальная система оповещения, которая охватывает 100% населения, подготовкой защитных сооружений к приему укрываемых, обеспечением населения средствами индивидуальной защиты, созданием нештатных аварийно-спасательных формирований и нештатных формирований по обеспечению мероприятий гражданской обороны, созданием запасов материально-технических, продовольственных, медицинских средств, пропагандой знаний области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Практика многих лет показала, что эффективная работа управления по делам ГУЧС по вопросам защиты населения возможно только в тесном взаимодействии руководства гражданской обороны с руководителями объектов экономики. И хочу еще отметить, что 2017 год объявлен ГУЧС России годом гражданской обороны, а 4 октября система гражданской обороны отметит 85 лет со дня своего образования. Совсем недавно с рабочим визитом к вам приходил глава муниципального образования Андрей Николаевич Шутин. Скажите, пожалуйста, каковы ваши впечатления от этой деловой встречи? За сравнительно небольшой период времени пребывания на посту главы муниципального образования город Десногорск Андрей Николаевич Шубин посетил многие муниципальные учреждения и организации города. Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям также стало объектом внимания главы нашего города. Андрей Николаевич познакомился с коллективом управления, с условиями труда, с состоянием рабочих помещений, с состоянием техники и условиями ее базирования, так как качество выполнения спасательных работ зависит от ее исправности и готовности работать в постоянном режиме. Глава муниципального образования пожелал нашему коллективу плодотворной работы по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Спасибо, Лангерда, вам за хорошую беседу. С десногорцами мы сейчас прощаемся. В следующий раз мы вас пригласим в другое муниципальное учреждение для того, чтобы познакомить вас с их работой. Редактор субтитров А.Семкин